Олег Валерьевич, сегодня Сафонов снова капитаном стал, да? Если вы говорили в основном, что там нашивку забыли перешить, сегодня все-таки, наверное, уже... Я говорил, что это ошибка, блин. Нашивку вы говорили, что не успели перешить или как? Ну, почему не успели? Успеть, может, за пять минут все перешить. Ну, объясни. Значит, мы сегодня решили, чем руководствовались, что сделали капитаном Сафонова, 20-летнего игрока, и не унижали ни как Раду, Нашихачева, других ветеранов. Ну, просто не было времени перешить. Привет! Виталий Кравцов вышел на лед этой ночью в матче за Рейнджерс. Провел на площадке 10,5 минут, очков не набрал, удалился. Но мы голов и передач не ждали особо, лишь бы не заболел и не лег на операцию. В нефтехимике перед матчем с Амуром заболело сразу несколько игроков основного состава, и, конечно, команда уступила хабаровчанам 1-5. А в Акбарсе не было представителя лишь клана Радуловски, и команда все равно проиграла. Акбарс в одну калитку проиграл домашний матч в Сибири, а местные болельщики мало того, что не заполнили трибуны, так еще и освистали главного тренера. За последнее время мы привыкли к тому, что Олег Знарок откровенно позорится, но нынешняя неудача стоит особняком. Две предыдущие победы были восприняты абсолютно неадекватно тренерским штабам. Там посчитали, что два очка во встрече с Борысом – это их достижение, а не проблема соперника. Плюс занесли себе в актив победу над Сочи, где хоккеисты заболевали чуть ли не во время раскатки. Нет, смотреть надо было по игре с Сибирью. Ведь Знарок играл в гостях против команды Мартимьянова в начале прошлой недели. Уступил и должен был сделать выводы. Но ждать каких-то решений можно от настоящего тренера, а мы видим, что казанская команда выходит на площадку без него. Надежда на то, что Шипачев опытный игрок и сам знает, что надо делать, а Воронков скоростью и массой продавит соперника. Как действовать на льду, когда эти хоккеисты на скамейке, никто не понимает. Главный тренер Сибири с такими играет, как взрослый хоккеист против детей. Даже особого мастерства не нужно. Во-первых, соперник сам ошибется. Во-вторых, даже простые схемы окажутся слишком сложными для противника. Например, новосибирцы проиграли в Локомотиву, где умеют готовиться к матчам. И у них были сложности в Череповце, а там тренер тоже что-то постоянно придумывает. Но в Казани на лед выходят отдельные хоккеисты, а не команда. После матча мы снова не услышали даже ноток раскаяния со стороны Знорка. Лишь ссылки на ненужные голы, индивидуальные ошибки и нереализованные моменты. Любой посторонний может назвать такие причины поражения. Тренер же должен решать проблемы. Тем более команда провела уже 35 матчей, а никакого прогресса нет. В Казани уже начали писать письма президенту республики. Зрители неохотно идут на стадион. Разваливать у Знорка получается лучше всего. В Москве динамовцы только в овертайме обыграли Витязь 3-2, но Вячеслав Буцаев наверняка доволен. Отрыв от 9-й Северстали 4 очка, а Андрею Разину сегодня играть в Санкт-Петербурге. Спартак продлил свою победную серию до 5 матчей. Вот что значит доверять молодым. А, Анвар Рафаилович? В тракторе не меньшие проблемы, чем в Казани. Правда, немного другого рода. В последний осенний день команда покинула зону плей-офф и рискует остаться без второго этапа соревнований. Понятно, что еще половина регулярки впереди, но разве кто-то прямо сейчас верит, что все изменится? Анвар Гатятуллин зашел в тренерский тупик и не может из него выйти. О том, что у него слабые помощники, говорилось неоднократно. Известно, что сам главный тренер верит в них, не хочет вводить новых людей, но это все приводит к тому, что команда проигрывает Борысу на своем льду, не имея шансов на успех. Потому что надо фонтанировать идеями, предлагать варианты, а не с кислым видом кивать в знак согласия. Мы не можем забить, повторяет тренер на пресс-конференции. Но какой смысл говорить о причине поражения, не делая ничего, чтобы его исправить? А челябинская команда выходит удерживать счет с первой минуты. Может быть в раздевалке план на игру звучит иначе, но мы же смотрим на происходящее и видим, что хоккеисты скованы. Сейчас только одна команда в лиге играет по такой системе, Адмирал. И по вполне понятным причинам, к ним не едут сильные игроки, денег немного, пришлось скомплектоваться теми, кто умеет выполнять четкие задания. Но даже во Владивостоке первой тройке позволено чуть больше, чем остальным. А про трактор и этого не скажешь. Почему оставили в запасе чертышного, если проблемы в атаке? Он разве плохо играл? Нет, он забить не мог, а это немного другое. Но на льду форвард смотрелся неплохо и был предельно мотивирован. В ЦСКА, Спартаке, Динамо легко выпускают молодых на лед, рассчитывая на их эмоции и желания, а в тракторе талантливого Рыкова держат ВХЛ. Говорят, что уже в ближайшее время появится новый помощник у Гатя Тулина. Но и сам тренер должен осознать, что старые методы не работают. Все-таки он дает последнее задание перед выходом на лед. Салават Юлаев обменял нападающего Станислава Бочарова в Амур на Сергея Терещенко, но последний в Башкирию не приедет. Контракт с ним будет расторгнут. Так выгодно по экономике, но не по игре. И последнее, защитник Илья Любушкин, блокировавший бросок Стемкоса, избежал перелома, но пропустит несколько дней. Если вы помните, Илья после попадания не стал валяться на льду, а побрел скамейки. Сегодня день хоккея, и Илья яркий представитель этого вида спорта. Какой же мужик, приятно посмотреть. До свидания. Будем сейчас привлекать Ивана Мирошниченко, молодых ребят с высшей лиги. Я думаю, еще кого-то возьмем. Трикозова, возможно. А, ну, естественно, у нас же еще есть два защитника. Это Гуляев и Давыдов. Будем их привлекать на домашние серии.